Мы продолжаем рассказывать и знакомить вас с интересными личностями города. Сегодня у нас в гостях Али Аскар Набиев и Виталий Иванов, стендап-комики и основатели сообщества «Стендап Петропавловск». Здравствуйте, как ваши дела? Здравствуйте, все хорошо, как у вас? Все прекрасно. Все здорово, спасибо, что позвали нас. Какое настроенное интервью? Шикарно, все здорово, мы готовы. Говоря о вашем стендап-сообществе, расскажите, как родилась такая идея? Ну, как рассказать, мы давно уже, как сказать, каждый из нас в нашем сообществе, ну, уже много лет занимаемся стендапом, любим его, но в Петропавловске долгие годы стендап, ну, в общем, разные люди пытались организовать мероприятия в жанре стендап, открытые микрофоны хотя бы, но они долгое время не, ну, не реализовывались, в общем. Ну, и мы долгое время ждали, 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 и потом задумались, а почему бы нам самим не организовать стендап в городе, открытые микрофоны, ну, так все и началось в далеком 2016 году. То есть мы тогда еще все вместе играли в КВН и уже задумывались о том, что, ну, нам самим нравится стендап, было бы неплохо, и у нас в городе что-то начать. И после этого, ну, после долгих ожиданий мы все-таки решили попробовать сами сделать. Ну, то есть кто, если не мы, таким образом. Еще, помню, была история, то, что мы планировался стендап, один человек хотел его открыть, и как-то вот все откладывалось, 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 мы взяли, психанули, сказали, а давайте мы свой стендап сделаем, и в итоге свой стендап и сделали, и вот с тех пор, получается, мы продолжаем заниматься вот таким юмором. Получается, вы именно группой организовали, свои собственные команды решили открыть это сообщество? Из той команды остались, получается, Виталий Иванов, и вот я, Алиас Карнабих, мы, по сути, с самого начала и вот все время и были. Да, мы изначально, нас было 4 человека, это, кроме нас, еще начинали организовывать стендап наши друзья, ну, с которыми мы начали пересекаться по КВН, университетскому, в СКГУ. У меня до сих пор осталось видео первое, как мы снимали это. Да, мы тогда первое мероприятие, мы вообще его нигде не афишировали, ну, мы решили попробовать для начала, сделаем для себя. То есть нигде в интернете, в соцсетях не было афиш, мы просто собрались в одном заведении и позвали туда наших друзей, знакомых, друзей по КВН, там, девушек, не девушек, ну, короче, как-то так. Вот, и нам тогда сказали, что, ну, для первого раза у вас получилось неплохо, ну, продолжайте этим заниматься, вот мы до сих пор продолжаем. А официально когда начало функционировать ваше сообщество с 2016 года или все-таки немного позже? Ну, первое время, вот весь 2017 год мы тогда, ну, еще и не очень активно это все проводили, открытые микрофоны. То есть там за 2017 год у нас там было два или три мероприятия. Потом мы вот с Илья Аскаром решили, давай мы будем организовывать, заниматься этим всем серьезно, либо не будем вообще никак. И вот начиная с 2018 года мы, ну, уже публично проводим эти мероприятия и собираем народ, и привлекаем, ну, кто хочет попробовать себя в стендапе, у нас есть открытые микрофоны, можете, ну, если есть желающие, можете выступать на них, вот. Кстати говоря, если кто-то хочет выступить у нас на открытом микрофоне, напишите в directstandap.petropavlovsk, мы вам все расскажем, что для этого нужно. Вы рассказывали, что организуете открытые микрофоны, где каждый желающий может попробовать свои силы прийти и выступить. Есть какие-то ограничения по возрасту, например? Ну, по возрасту в целом... Ну, особо не было таких ограничений. Нет каких-то прям очень строгих ограничений. У нас в прошлые годы были люди, ну, как бы их меньшинство, я помню, два случая было таких, когда 15-16 лет ребята выступали. Ну, вообще, если посмотреть стендап разный, то можно заметить, что, ну, среди них, среди стендап-комиков есть те, кто еще школу не закончил, и у них получается выступать как минимум не хуже, чем у взрослых стендап-комиков. То есть, вот из конкретных примеров, вот у нас, в Казахстане, есть девочка, ее зовут Злата Дуда, она резидент стендап-сообщества, которое находится в городе Астана, сам Project KZ. Вот. Ей сейчас 17 лет, насколько я помню, 17. Она в 14 начала выступать со стендапом. И, не знаю, мое личное мнение, вот если посмотреть ее стендап, уровень ее интеллекта, ну, вообще, как минимум, не уступает комикам, которым за 30 лет, ну, то есть, взрослым людям. То есть, у юмора, по большому счету, нет возраста. Кто является вашей основной аудиторией? Получается, изначально вы приглашали друзей, знакомых на пробные выступления. Сейчас уже вы получили больше распространения, приходят жители города неизвестные, также сидят, слушают ваши шутки. Можете сказать, кто является основной вашей аудиторией? Взрослые, подростки, может? Может, да, я отлично. Да, конечно. Да, то есть, целевая аудитория у нас обычно нашего же возраста, то есть, 20 плюс, 30 плюс. Иногда бывает и школьники заходят, но школьники бывают достаточно редко, потому что заведения не все запускают и в этом роде. Но они могут прекрасно… Ну, то есть, сам стендап по себе жанр сейчас очень популярный. То есть, это было еще достаточно, в десятых годах достаточно он был популярен, и сейчас, в нынешнее время, тоже очень популярен. И поэтому аудитория абсолютно разная. То есть, и по контингенту, и по возрасту, и по менталитету, и абсолютно разная. И при этом это все объединяется нашими мероприятиями. Вот это, наверное, самое крутое. Ну, в целом, да, 25-35 лет средний возраст целевой аудитории. Но мы видим, бывает, что люди, их как бы меньше, но бывает, что приходят студенты. Бывает, что приходят люди за 35 лет. Но как бы большинство, да, 25-35. Ну и плюс еще, почему школьники не приходят, у меня есть подозрение. У нас входные на мероприятия, на открытые микрофоны, тысячи тенге. Раньше я замечал, когда у нас были бесплатные мероприятия, ну, в прошлые годы, ну, до 2023-го, можно было гораздо больше студентов встретить. На нас еще тогда, ну, мы обычно проводим открытые микрофоны в барах, в разных заведениях города. И, допустим, когда мы в 2018-м году только начинали, вот, Аскару было в том году сколько? 22 года, мне было 26. И тогда, ну, большинство тех, кто выступал, были вот примерно вот такой вот возрастной категории. И поэтому на нас часто приходили студенты, а как бы студенты, ну, при всем уважении к студентам, они, ну, у студентов зачастую с финансами, ну, не все так хорошо. То есть у студентов с финансовым достатком скромно. И большинство зрителей, которые тогда на нас приходили, это вот были студенты, на нас хозяева заведения ругались. Нам казалось, что мероприятие, все прошло хорошо, ну, то есть там зрители смеялись, и атмосфера была веселая, так скажем. А потом к нам хозяин заведения подходит, говорит, да все ужасно прошло. Ваши зрители только чай заказывали. Без молока еще почему? Ну, на самом деле тут как бы, почему нужно делать все-таки упор на студентов, студентов, школьников, более молодую аудиторию, потому что самая эмоциональная аудитория, то есть они дают, ну, сразу же быстрый фидбэк людям. И мы, как организаторы, это сразу видим. То есть взрослые люди, они более платежеспособны, но менее эмоциональны, как вот как раз-таки молодые люди. Да, вот у нас есть один комик, который сейчас у нас, ну, с этого года выступает, ему сейчас 36 лет. И он, я, когда вот мы с ним познакомились лично в этом году, я узнал, что он ходил на наши открытые микрофоны еще в 2018 году, да? То есть вот, вот как бы, как сказать, возрастные комики, они очень долго взвешивают решение, ну, попробовать, не попробовать. То есть человек пять лет ждал, рассчитывал, когда уже можно попробовать выступить. Пять лет писал материал. Да, но справедливости ради выступает смешно. Он хорош, да. Вот, насколько я знаю, у студентов колледжа и университета есть свои КВН-кружки. И бывало такое, что они приходили целой командой выступать, или наоборот, может, вы кого-то приглашали? Да нет, не приходили. То есть приходили. Ну, прям, чтобы целыми командами. Целыми командами, ну, можно сказать, были случаи, потому что КВН-чики приходили. Очень много КВН-чиков, которые бывшие, бэкграунд КВН-овский был, вот их достаточно много было первое время. Сейчас и как КВН-а, по сути, и как жанра нету, на мой взгляд, на мой чистый взгляд. У нас в городе сейчас КВН вообще редко проходит в целом. Поэтому, может быть, один-два КВН-чика вот были за все время. Ну, вот мы с КВН-овским прошлым, наверное, единственные, кто сейчас есть, ну, в нашем основном составе. Ну, мы сам в Астане сейчас уже. Ну, вообще так, как сказать, целыми командами, чтобы приходили, такого у нас не было, наверное. А по каким дням у вас проходят выступления? Может, какие-то определенные недели там берете или нет? Все-таки спонтанно. Нет, вы как-то застаканили, что это будет воскресенье. И как-то так совпало, что во всех городах, то есть даже российские города взять, казахстанские города взять, традиционно все дают воскресенье всегда. То есть обычно пятница, суббота – это такие самые ходовые дни для баров, да, я как понял, по такой логике. А вот именно воскресенье для творчества как раз-таки. То есть там и стихи читают в воскресенье, тоже заметил, изучал рынок этот. И песни поют какие-то авторские, не известные какие-то песни, а авторские песни поют именно по воскресеньям тоже. И в том числе, получается, и стендап тоже, получается. Официальный день стендапа, на мой взгляд, это воскресенье, вечер воскресенья, 20 минут. Вообще, я в других городах видел, что там могут и по четвергам делать открытые микрофоны, и в другие дни. Но в большинстве городов, как правило, ну если не брать в расчет, например, Астана, Алмата, а такие, ну вот у нас в Казахстане, например, областные центры, там, как правило, открытые микрофоны проходят в любые дни, кроме пятницы и субботы, вот как Али Аскар говорил, потому что в пятницу и субботу и так, ну, развлекательная программа в большинстве заведений и так уже выстроена, и мы им, по сути, не нужны. Вот, а в воскресенье обычно вечер все в основном дома сидят. В какое заведение у нас в городе вечером воскресенья не зайдешь, у нас обычно тихо, спокойно. И заведением самим, как правило, ну выгодно, что мы у них вечером воскресенья делаем открытые микрофоны. Ну и нам самим как-то удобно по воскресеньям. Возможно, мы в будущем будем делать и по четвергам, по средам, другие дни открытые микрофоны, но пока что нам по воскресеньям идеально, можно сказать. На данный момент ваше сообщество «Стендап Петропавловск» находится на одном месте или вы перемещаетесь? Да мы кочевники, по сути. У нас есть несколько заведений, с которыми мы работаем, с которыми нам комфортно работать, но в целом, если смотреть этот год, так посчитать, ну вот сейчас у нас две площадки есть, на которых мы чаще всего выступаем, но так вообще мы за этот год заведение 5 уже точно... Да, стабильно точно. Ну, Ленина точно все прошло. Да, мы... Да, еще и на другие районы нет, нет, где-то смотались быстренько. Мы прошли уже всю Ленина, дошли до конца, и за театр Погодин наконец-то зашли. То есть уже даже заведения закрывались, то есть мы вот настолько давно закрывались. Да, в 2016 году, когда мы начинали, и те заведения, в которых мы вот 16, 17, 18 год начинали там выступать, большей части этих заведений уже не существует. Стерт из лица землей, да? Да. Даже несмотря на то, что, например, постоянно локация ваших выступлений, она перемещается, вы все равно анонсируете своим зрителям, те, кто хотят прийти послушать, где будет проходить место, с помощью социальных сетей? Да, конечно, у нас есть инстаграм-аккаунт standup.petropavosk. Кстати, подписывайтесь на нас, у нас еще там будет много чего интересного, и, естественно, все новости, все новые мероприятия, афиши, вы их увидите там обязательно. Вам есть что добавить, Эли Аскар Жасланович? Да, в принципе, инстаграм. Инстаграм всем. Да. Инстаграм, по сути, главная афишная такая вот. Да, мы все в первую очередь туда выкладываем инстаграм. На данный момент сколько у вас подписчиков? Так, Виталий, вопрос. Я не знаю, я не заходил туда давно. Ну, оно у нас медленно, но верно растет. На данный момент сейчас 2000 с лишним подписчиков. Что вы ощущаете, когда чувствуете поддержку эмоций зрителей? О, тут долго можно описывать. Да, давай я вкратце. А если вкратце? Давайте я вкратце скажу. То есть приятно просто банально. Банально приятно, да. Но главное, чтобы вот эта эйфория, она не затуманивала разум, потому что нужно все равно концентрироваться. То есть сегодня они над этим посмеялись, завтра, возможно, эти же люди над такой же аналогичной шуткой смеяться не будут. Поэтому нужно всегда быть в трезвом уме. То есть часто можно увидеть, также по примерам, если судить, звездная болезнь, например, каких-то личностей медийных окружает. Поэтому здесь нужно всегда быть трезвым в уме. То есть она опьяняет безоговорочно. Становишься самоуверенным. Становишься самоуверенным. Если дашь ей волю. Поэтому вот если кратко отвечать, это приятно, но надо всегда знать меру. А так в целом положительные реакции зрителей, смех, аплодисменты. Ну, возможно, это еще одна из причин. Невозможно, так и есть. Это одна из причин, почему мы до сих пор занимаемся этим. Потому что это своего рода наркотик. Ну, то есть если ты подсел на, скажем так, аплодисменты, смех зрителей, то не будем, как сказать, не будем лицемерить, будем честны. И все равно, какая бы все равно у тебя не была потребность высказаться на сцене, все равно поддержка зрителей, признание, ну, это очень, как сказать, один из очень мотивирующих факторов. Вот. И поэтому, ну, как сказать, видеть признание в глазах прохожих, это очень приятно, и это как мотивирует еще больше заниматься. Стендапом еще лучше писать, работать над своим материалом, над подачей, ну, и так далее. Виталий, Али Аскар, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Мы желаем вам творческих успехов и дальнейшего развития вашего стендап-сообщества. Спасибо вам. Вам того же. Всего самого наилучшего. Спасибо вам тоже. Спасибо, что пригласили.